Шалом, Марис, и снова хочу с вами поговорить. Здоровенько было, шановни, одессит, это поважнее гость и место. Смотрите, я по поводу... Короче, выложил вчера в паблике у себя в Трикстере. Ну, сейчас это называется Домбро Ньюз. Телеграм-канал Домбро Ньюз. Домбро Ньюз английскими. Видео, только-только поймали русских артиллеристов, которые вот только-только бомбили Харьков, убивали мирных жителей. Ну, и там их, естественно, их пиздячат. Естественно, и там лежат все поломанные, ходят там с ними, разговаривают, разговаривают на повышенных тонах. И тут начинают мне прилетать, типа, вот, что же это такое? Это нескорбитация украинской армии. И как-то очень жестоко. Меня это... Ну, я хочу поднять этот вопрос, для меня это важно. Смотрите. Для начала я вам объясню, как устроен мозг русского. То есть, представьте, русский солдат. Он... Его отправляют на войну. Он идет убивать. Он это прекрасно понимает. Он идет грабить, убивать, мародерить, насиловать. В чужую страну. Мне совершенно все равно, каким образом это можно оправдать. Я иду спасать эту страну от нацистов. Я иду спасать ее, там, от гей-парадов. Я не знаю. Я просто туда иду, потому что партия позвала, и так надо. Я всего лишь солдат. Это не работает внутри. Каждый из них, какой бы ни был дефективный, знает, зачем он туда идет. И что это преступление против жизни априори. Против Бога, против жизни, против веры, против духовности, против ментальности, против просто преступления. Всеми фибрами его души, а душа у него есть, пусть маленькая, но какая-то, он знает, что он идет делать. И никак он... Понимаете, самого себя обмануть невозможно. Я это знаю. Я пытался. То есть, он четко понимает где-то внутри себя, как он давит этот внутренний свой собственный диалог с душевным пидорасом, своим внутренним, мне совершенно похуй. И, как и каждому украинцу, должно быть похуй. Он идет сюда подсознательно умирать посредством того, что будет наносить благо и причинять добро. Он идет умирать сюда. В пытках, в мучениях, страшной смертью идет умирать, потому что за причинение зла детям, матерям, мирным жителям, смерть карается око за око и зуб за зуб. Он идет умирать, он это должен понимать. Но нет. Вот этими вбросами по поводу того, что мы европейцы и должны по-европейски с ними поступать, мы зарождаем у русского такую внутреннюю, знаете, вот... Она же дура, знаете, Пополфенова. Ему же похуй на жизни других. Он же думает только о себе. Он думает, блядь, ну пойду, ну поубиваю, поймаю, в плен буду жить в Европе. Понимаете? То есть, примут еще, будут кормить, там, обменяют. Ну, буду жить. Относиться будут хорошо, бить не будут, насиловать не будут. Почему русские так боятся чеченцев? Потому что они знают, как поступают эти слабохарактерные люди с ними. Да, я не приветствую отрезать им там головы, там, ебать их в шее. Но если мы не продолжим пугать русню, она будет сюда лезть. Ее надо пугать. Ее надо пугать так, чтобы у него поджилки тряслись. Потому что единственное, что может остановить животное, это чувство страха. А это не люди. Поймите, это не люди. Они, может, где-то там, ну для мамы своей такой же... Это даже для мамы своей. Какая мама нормальная пошлет своего сына убивать в другую страну? Ну вот. Тут еще есть какие-то истетические призывы, что надо им гражданство давать. Вы что, вообще ебанусь? Кому гражданство? Гражданство кому? Гражданство русским? Где? В Украине, в свободной. Как вы будете смотреть в лица родственников тех, кто погиб за Украину? Как на равных ставить людей, которые живут и воюют за Украину? С кем? С вот с этими, блядь, вырожденцами? И так, что должен сделать русский для того, чтобы получить гражданство Украины? Да не карагуанцу можно дать. Можно, я не знаю, цыгану можно дать, там, почетного вырождения, но не русскому. Нельзя этого делать. Вы обнуляете. Запомните. Все, что ими руководит, это животный страх, жажда выжить и нажиться за чужой счет. Все. Все. Никакой пропагандой, никаким Путиным они не оправдают. У них все свое время они делали именно это. Они оправдывали свои низменные духовные поступки какими-то высокими оправданиями. И чем ниже поступки, тем выше оправдания. Русский так устроен. Он хочет к другим по справедливости, а к себе по милости. Нельзя. Только по справедливости. Если ты, Гондон, бомбил мирные города, то тебя нужно разбомбить. Желательно в мучениях. Желательно так, чтобы ты прочухал. И желательно так, чтобы это увидели твои родственники. Как ты страдаешь за ту грязь, за ту смерть, за ту мразь его, что ты принес на эту землю. Поймите и услышьте. Сейчас такая толерантность смерти подобна. Они должны быть напуганы. Они должны видеть в телеграм-каналах, как с ними поступают. Понятно? Не в официальных. И еще одно. По поводу Европы. Которая вот, мы же это делаем. Нас же Европа смотрит. Да Европа на нас хуй ложила. Если бы Европу, я бы считаю, что стоило бы прислушаться к Европе и к их толерантности в одном случае. Если бы они воевали вместе с нами официально. И давно бы уже, если бы это было, мы бы победили эту Российскую Федерацию. Посмотрите, что делает Венгрия. Как она относится к нам. Какая Европа. На кого вы смотрите? Да им похуй. Они откупаются. Деньгами, оружием. Сами воевать они не хотят. Даже понимая на 100%, что эта война после Украины придет к ним. Даже после официальных заявлений России о том, что эта война придет к ним. Все равно они официально не вступают в войну. Так на кого вы работаете? Кому вы хотите показать, что мы такие европейцы и толерантны? А вот если мы всему миру покажем свою справедливую жестокость, вот тогда Азову уважают и с нами будут не только воевать. Вот почему в Азове так много людей из иностранных легионов. И почему их так мало среди ЛГБТ-легионов. А есть такие интересные вообще? И сарасят, которые там за гранты воюют. Понимаете о чем я? Что я не видел ЛГБТ-легионов. Они только и могут, блядь, вот эти вот, да? Которые за парады. Что они могут? Приписывать себе победы Азова, на которые они 8 лет гнали. За татуировки, за нацизм и за все остальное. Господа, если мы сейчас не научимся той жестокости, единственной, от которой так боится русский, справедливой жестокости. Без там вот этой вот слабохарактерной, типа отрезать голову, там выиграть. А если мы начнемся их пиздить и показывать, как мы их пиздим. И чтобы они знали, что никакой лояльности, никакого там сытого обеда, только суп из семи залупа не могут здесь пожрать в этом плену. И что они будут находиться, если мы еще им покажем в зонах среди тех людей, родителей которых они убивали, чтобы они понимали, что их место это петушиный угол и каждый русский будет сразу же опущен сексуально и поедет в гарем, да, он останется жив, да, все. Но он будет знать свое место на параши. Если мы им покажем, что их Рашистская Федерация это огромная зона, в которой собрали всю петушиную, мразьевую, сексуально опущенную, нравственную толпу дегенератов, место, которым только в петушатни, вот тогда они будут бояться. А если они не будут бояться, они будут лезть сюда, чтобы хотя бы там поубивать пару людей, потом в плен сдаться, решить свои там какие-то внутренние проблемы, понимаете. Просто поубивать пару людей, потом хуяк такой в плен сдался, ему там все нормально, короче, потому что же Европа смотрит. Там похуй на нас, ты Европе ебаный. Они много могут, что откупаться. Услышьте, прекратите, прекратите. Ну, прекратите, врага надо бить. И победит Украина только в том случае. И эта война закончится, это всего мира сейчас касается. Если Рашистская Федерация перестанет существовать в принципе как страна, и если каждый из них будет загнан в такой петушинный угол, чтобы его внуки еще и помнили о том, что, блядь, ну вот, называться русским стыдно, стыдно, сука, впадлу, чтобы они назывались, блядь, белорусом, казахом, я не знаю, блядь, чтобы они делали себе пластические операции на голове, только лишь бы, чтобы не знали, что он русский. Чтобы стыдно было до конца жизни. Понимаете? Почему Германия так сейчас хорошо живет? Потому что они признали факт свой за холохвост. А у русских, у них в крови нету самого главного, того, что делает из человека, человека умение признавать свои ошибки. Так вот, их нужно этим воспитать. А воспитать это можно только посредством страха у этой дегенеративной нации полупедиков. Доброе утро, с уважением, до свидания.